В коридорах басманного суда, как это обычно бывает, во время рассмотрения громких дел не протолкнуться. Подсудимый известный в России ресторатор Юрий Белайван. Дело о неуплате налогов основателем Корчмета Разбульба рассматривалось несколько лет. Сам он вину свою в итоге признал и пытался заключить с налоговой службой мировую, но ничего не вышло. Оставалось уповать только на высшие силы. Видимо, именно поэтому на заседание сегодня приехал архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в Ясеневе, которому в свое время активно помогал бизнесмен. Священнослужитель выступил в защиту Белайвана. По его словам, ресторатор много помогал церкви, но то, что налоги не платил, конечно, нехорошо. Надо людям давать возможность заработать. Это же не просто люди делали из воздуха. Делали деньги, делали на борщах. И когда сказали, насчитали миллиард неуплаты налогов, и когда Юрий сказал, ну, придите хоть на борщах, посмотрите, как можно миллиард на борщах заработать. Причем миллиард это только налоги. А сколько надо будет тогда заработать? На борщах. Бизнесмен Юрий Белайван где только не побывал, и каких только духовных практик не освоил. Основатель сети ресторанов украинской кухни и Тибет посетил, и Африку, и оба полюса, а еще были Индия, Эквадор, Галапагостские острова. Но пока ресторатор ездил, у него копились налоговые долги. Как говорят в столичной прокуратуре, Белайван умышленно прятал доходы от государства. Организовал отражение в налоговых декларациях ложных сведений о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 650 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Позже, когда всплыла информация о зарплатах в конвертах и черной бухгалтерии, Белайван уверял, что все это уволенные сотрудники, которые якобы затаили на него обиду. При этом не забывал вести блог, рассказывал о путешествиях, о том, как оно там за горизонтом. А на все обвинения отвечал. Все, что нажито непосильным трудом, вложено в бизнес. Денег нет. У нас нет ресурсов расплатиться, потому что у нас не было особых доходов. У нас был оборот, у нас были затраты. Мы много тратили в сотрудников, в том числе в себя, в развитие. А в итоге особых денег мы не заработали. Приставы арестовали имущество Белайвана на сумму почти миллиард рублей. А затем показания на ресторатора начали давать сотрудники заведения. Сообщалось, например, что в Тарасе Бульбе работали всего три кассира, которые ежедневно объезжали все рестораны, а затем огромные суммы наличными, по сути, неучтенную выручку, развозили по банковским ячейкам. Сегодня по каждому доказанному эпизоду рестораторы приговорили к восьми месяцам колонии. А общий срок заключения составил два года. Белайвана взяли под стражу в зале суда. Его адвокаты намерены обжаловать решение. И, кроме того, защита бизнесмена не оставляет попыток все-таки найти компромисс с налоговой службой. Илья Ушинин, Анна Гримашевич, Марина Старкова и Лев Мусальников. Телекомпания НТВ.